Это абсолютно правильно. В продолжении того, что сказал Илья, прям первый псалом об этом говорит. Блажен муж, который не ходит, не стоит, не сидит. То есть не ходит по совету, ну тут немножко, опять же, ошибка перевода, но вот не имеет значения, просто если быть правильным уже до конца написано, который не ходит по совету нечестивых. То есть человек, который не откликается на призывы, или, так сказать, побуждение тех людей, которые с Богом не ходят. Да, это они и есть, собственно говоря, нечестивые. Также не стоит на пути грешных. То есть не в смысле, что он не преграждает свой путь грешный, но в смысле, что он не стоит на тех путях, по которым ходят грешные люди. Люди, которые не ходят по путям Божьим. И третье, это не сидит в собрании развратителей. Имеется в виду, что человек, который не находится в тех местах, где происходят неправильные действия. И если родители, как бы, вот то, что Илья сказал, все-таки отдавали его на всякие кружки, там, на всякие секции и так далее, где было ему некомфортно, в любом случае, они хотели добра. Они хотели, чтобы человек ходил по путям правильным. То есть, ну, по крайней мере, они были спокойны, что в это время он там не пьет водку, да, не курит наркотики, да, и не рисует в подъездах граффити, да. Я не был рисовать хорошо, поэтому и даже не пытался. Не хорябал. Да, и все-таки пыталась отдавать его, так сказать, в сообщество мудрых. И вот опять же, притчи для царя Соломона, хочу вернуться чуть-чуть к притчам, здесь написано, общающийся с мудрыми будет мудр, а тот, кто дружит с глупыми, развратится. Что имеется в виду мудрый и глупый? Мы помним, что на самом деле царь Соломон, когда построил храм, обратился к нему, не он к Богу обратился, а Бог к нему обратился и сказал ему, бери, проси, что ты хочешь от меня. И Соломон попросил у него всей Божьей мудрости. То есть, он попросил у него именно той мудрости, которой наделен сам Бог. И Бог был удивлен, что человек, который имеет положение царя, он практически сын самого могущественного царя на Ближнем Востоке, сын царя Давида. И он просит у него всего на все мудрости, то есть, он не просит у него коней, он сам их потом приобрел, коней, золота, каких-то там, я не знаю, может быть, земных богатств. Он просит у него Божьей мудрости. И впоследствии, когда Соломон изрек вот эти свои три, по-моему, тысячи притч, которые были записаны, он как раз и говорит, что общающийся с мудрыми будет мудр. Он общался с Богом, с кладезью мудрости. Здесь же в притчах он пишет, что мудростью Бог устроял всю эту землю. И будучи с мудрым, будет мудрым. Он будет идти по дорогам, которые благословенные. Опять же, тут же написано, что благословение Господне, оно обогащает. Мы говорим о личностном росте и говорим о том, что человек, который растет, он обогащается. Да, но здесь же, как, кажется, об этом, по-моему, говорил Евгений, что человек, который пытается обогатиться, он все равно будет очень быстро наказан. И человек, который обогащается мирскими путями, он, скорее всего, больших богатств не достигнет. Поэтому, когда мы говорим о личностном росте, нужно все-таки обратиться, я думаю, к самому началу книги «Притч». И здесь как раз царь Соломон о мудрости и говорит. И самое главное, то, что об этом уже, кстати, здесь говорили, что мудрость, она должна приобретаться любыми средствами. То есть она дороже золота, она дороже любых драгоценных камней. И вот смотрите, что пишет царь Соломон в своих притчах в третьей главе с 13 стиха. «Блажен человек, который снискал мудрости, и человек, который приобрел разум». Мы говорили, что купить мозги невозможно. Оказывается, можно, да? Да, это удивительно. Потому что приобретение ее лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, ничего из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, и у нее богатство и слава. Пути ее приятные, эстези ее мирные. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, блаженные, которые сохраняют ее. Смотрите, что здесь заложено. Здесь заложено, во-первых, то, что сама мудрость, она является древом жизни. Но более того, человек, который хочет жить долго, да, то есть человек, который хочет, написано, «долгоденствие в правой руке ее». То есть человек, который хочет жить долго, это человек, который будет все-таки склоняться больше к стезям мудрых поступков. То есть поступков, которые даны от Бога. И я на сегодняшний день, вот мое пожелание к вам такое, мое послание к вам сегодня, которое я получил, это именно искать мудрости больше, чем в чего бы то ни было. Потому что это вещь неприходящая. Человек, который получил мудрость, это человек, который получил все. Потому что у вас могут отнять дом, не дай его, конечно, но у вас могут отнять дом, машину, деньги, работу, карьеру, какие-то там земные пути. Но ничего у вас, никто не сможет у вас отнять мудрости, которую Господь вложит вам в вашу голову, как тут написано, разум, оказывается, можно приобрести. Знаете, говорят, чему вы грабли не учили, но сердце верит в чудеса. На самом деле мы приобретаем разум именно с опытом. И очень важный момент, что если мы уже получили какой-то урок от этой жизни, желательно, чтобы в вашей жизни этот урок уже не повторялся. Потому что жизнь, она, конечно, очень хороший учитель, она берет дорого, но вкладывает знания навсегда. Поэтому лучше один раз получить этот опыт. И вот, кстати, к тому, что сейчас происходит, вы, наверное, слышите сирены и так далее, мы находимся напротив Явских ворот старого города Иерусалима. И здесь постоянно что-то происходит. Здесь буквально за нами, за стеной этого старого города находится полицейский участок. И здесь все время приезжают, уезжают. Если здесь звучат сирены, значит, где-то что-то произошло. В нашей жизни постоянно что-то происходит. Как то, знаете, состояние покоя, когда уже линия на мониторе так выровнялась, тогда состояние покоя. А вообще сердце бьется то вверх, то вниз. И в нашей жизни все время что-то происходит. Жизненная мудрость – это когда мы подходим к решению наших проблем именно с разумом. Не эмоционально, может быть, даже иногда нерационально, а именно обдумав эти решения. И вот в этом и заключается Божья мудрость. Соломон больше участвовал в их решении, никогда не принимал сразу. Он пытался сначала поговорить с Богом, получить от Него ответ. Или, по крайней мере, получить мир с тем решением, которое он принимает. Только после этого он это решение, так сказать, выставлял уже как указ или как царское постановление. Конечно, многие ошибки он совершал. И многие люди были недовольны тем, что он делает. Но, вы знаете, лучше дело сделанное, чем не сделанное вообще. И лучше дело сделанное с ошибкой и исправленное, чем дело не сделанное вообще. И в этом как бы и заключается жизненный рост именно верующего человека. Быть в мире с Божьей мудростью. Это добиваться ее, искать ее везде, приобретать ее. Если вам дают совет, то постарайтесь его как-то воплотить в жизнь для того, чтобы он был вашим советом на благо, а не во зло. Потому что это и будет благодатью Божией, которая к вам придет свыше.